Разорвать информационную блокаду. В правительстве республики прошла встреча с делегацией из Турции, прибывшей для выяснения положения крымских татар в российском Крыму. Вице-премьер Руслан Бальбек особо акцентировал внимание на ситуации с культовыми сооружениями и объектами культурного наследия крымско-татарского народа. Подробнее Алексей Щербак. Недостаток объективной информации – главная причина периодически возникающего недопонимания между двумя странами, уверен глава профильного госкомитета Заур Смирнов, принявший участие во встрече. Недобросовестные политики случаются и используют крымско-татарскую диаспору в Турции вслепую. На сегодняшний день пока еще крымско-татарская диаспора в республике подвержена информационному блокированию с точки зрения подачи объективной информации о происходящем в республике Крым, в том числе и с крымскими татарами. Подтверждением тому было, скажем, привлечение части крымско-татарской диаспоры к некоторым выступлениям, которые имели место недавно возле дипломатических представительств Российской Федерации. Слухи о закрытии мечетей в Крыму скорее можно переадресовать к украинскому периоду жизни полуострова. Подчеркивает ице-премьер республики Руслан Бальбек. 330 мечетей, которые находятся на территории Крыма, из них за 23 года, пока Крым находился в юрисдикции Украины, только 5 имеют правоустанавливающие документы, что давало возможности всевозможным радикальным течениям участвовать в рейдерских захватах культовых сооружений в течение 23 года. То есть это в основном ваххабиты, хизбутахрир. Все это приводило к тому, что вносило в среду крымских мусульман разногласия. Ситуация радикально изменилась после вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Сегодня, согласно поручению главы республики, все мечети будут переданы Духовному управлению мусульман Крыма и на все мечети получены будут правоустанавливающие документы, что лишит возможности всевозможным религиозным сектам участвовать в борьбе за контроль над культовыми сооружениями. Аналогичная ситуация и с объектами культурного наследия. Например, здания Медресе и мечети хана Узбека, которые при Украине находились на балансе Министерства ЖКХ в качестве основных средств. Только в российском Крыму сегодня и Медресе, и мечеть переданы по назначению и находятся на балансе Комитета по культурному наследию, что дает нам возможность музифицировать данный объект, сохранить его и начать изучать на достаточно высоком уровне с использованием науки. Гости из Турции готовы налаживать максимально тесные контакты с российским Крымом и Россией в целом по всем направлениям, от торгово-экономического до культурного. Россия и Турция не пойдут на западную провокацию и будут улучшать свои отношения. Как все мы знаем, наш президент Эрдоган и ваш президент Владимир Путин в ближайшее время будут еще более налаживать отношения между Турцией и Россией. И мы хотим посодействовать их взаимоотношениям, потому что это очень большая совместная работа между Россией и Турцией. Алексей Щербак, Время новостей.